Городской округ Люберцы с рабочим визитом посетила Алла Полякова. Депутат Государственной Думы, руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» встретилась с участниками спецоперации и их семьями, провела личный прием граждан, а также посетила Люберецкий дворец культуры. Подробнее о визите парламентария в сюжете моих коллег. А в основном продукты питания это жители и общеобразовательные. И как это собираете, а потом куда вы деваете? Мы их сортируем, и у нас сюда даже приходят бойцы. Вот приходят, они все у нас. Мы их всех собираем и отправляем. Машины приезжают, так же мы их набиваем и отправляем. Раз в месяц стабильно от нас только уходят машины. Рабочую поездку Алла Полякова начала с посещения специализированного центра поддержки участников спецоперации и их семей. Депутату показали центр сбора гуманитарной помощи, а также кабинет, где по вторникам и четвергам специалисты МФЦ оказывают помощь семьям военнослужащих и ветеранам СВО. Кто же, наверное, первый раз здесь, да? Здесь, да, тоже. А вы давно слушаете? Да, дорогой. Поговорили о мерах социальной поддержки бойцов и их семей, реабилитации раненых и помощи тем, кто сейчас на передовой. Честно, впервые в подобном центре отдельное здание, отдельное помещение для детишек, для жен, для собирания гуманитарной помощи, встретились с участниками специальной военной операции, членами их семьи, поговорили о том, чего не хватает, чтобы хотелось, насколько им уютно в этом центре и было приятно услышать только положительные отзывы. Визит Аллы Поляковой в Люберце продолжился посещением общественной приемной партии «Единая Россия». Совместно с депутатом Московской областной думы Дмитрием Дениско она вручила грамоты за помощь фронту люберецким молодогвардейцам и представителям Союза женщин России. Затем депутат Госдумы провела личный прием граждан. Обращение жителей Алла Полякова рассматривала с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексеем Гержеком. Вопросы люберчан коснулись обустройства двух пешеходных переходов. На Егорьевском шоссе в районе ЖК Новокрасково там строится напротив большая школа, 1100 мест, куда дети должны пойти осенью этого года. Но, естественно, там нужен сегодня пешеходный переход, который по поручению губернатора Московской области Андреющего Воробьева мы должны будем построить. Также жители интересовал пешеходный переход на строящейся дороге Юла, который также проходит в городском округе Люберцы. Там тоже большой ЖК напротив, красивый лесопарк. И у нас там запланирован тоже пешеходный переход, который мы сместим просто ближе ко входу парк, чтобы жителям было удобно. Сегодня у нас есть такая возможность, что любой житель того муниципалитета, где проводится прием, прийти и задать вопросы министру, отвечающим за те или иные вопросы. А также в режиме ВКС это может сделать житель со всего Подмосковья. Сегодня мы провели прием, пришли жители из городского округа Люберцы и городского округа Электросталь. Заданы вопросы министру, даны ответы, ну а мы как депутаты, конечно, возьмем все на свой контроль. Еще одной локацией стал Люберецкий дворец культуры. Алла Полякова ознакомилась с работой детской хореографической школы и осмотрела помещение, где требуется капитальный ремонт. На сегодняшний день в здании ДК утвержден редизайн общественных зон первого этажа. Затем депутат Госдумы встретилась с коллективом комитета по культуре городского округа Люберцы и рассказала им об итогах проделанной работы за прошлый год. С таким же докладом выступил депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско.